А кому папа сейчас до споживки, а? Так. Ну, короче, вот так я выгляжу. Уже гораздо лучше. Кто еще не посмотрел мое видео на Ютубе, посмотрите. Мы с Масимиком обнаружили старые телефоны. Хотя, как старые? Пользовались им 5-6 лет назад. Такое ощущение, что они, знаете, из какого-то нашего далекого детства. Вот. Телефоны очень необычные. Увидел там много интересных фотографий, выставил вам на Ютубе из того, что, в общем-то, по-моему, никогда и не выставлял. Какое у вас шоссе? Знаете, я живу в Москве уже вот скоро 3 года будет, через пару месяцев. И так нифига. По большому счету, я не знаю, где же я все-таки живу. Где-то живу. Как попа? Попа у меня болит. Сидеть я нормально в полной мере не могу. Сейчас мы, наверное, с малышами будем потихоньку заходить домой. Ричард? Джейсон? Маркус? Домой? Давай-давай-давай-давай, малыши. Пойдем-пойдем-пойдем-пойдем-пойдем. Сейчас, я там с вами как раз поболтаю. Так, все. Моя бригада все сбежала. Мастенька, я прямой эфир. Ну, я в нем уже. Живем на Рублевке. Ильинка, Рублевка, Жуковка, Боровиха, все здесь. Гатчина. Вы классные, привет. Покажите результаты. Чего? Все мое видео о том, как я выгляжу. Сейчас я тут протру вас. Протру. Все же на ютубе, дорогие. Мастенька вон здесь сидит. Только что тренировку закончила. Сейчас пойдет в душик. У нас день голодовки. Мы 24 часа на водичке. Вот. Детишки. Собственно так, время у нас в Москве сейчас здесь. Вечер, Мастенька, если ты перестанешь шуметь, я буду тебе рад. Я говорю, ты помогай в эфир. У меня ребенок. И? Ребенок хочет на ручки. Так вы умудряетесь. Я записывал в ютуб, они с домработницей тут разговаривают, болтают. Мою посуду присутствует. Я говорю, я вам не мешаю. Они говорят, мешаешь. Такого не было. Конечно. Так, Челябинск, привет. Сибирь, привет. Украина, тоже привет. Hello from Delavar. Hello, wait. Так. Ну что, если мы будем передавать приветы, это будет не очень самое интересное видео. Поэтому выгляжу я хорошо. У меня швы остались такие, видите. Швы скоро отсюда уйдут. 15-го я их должен снять. У Масеньки 14-го в день влюбленных операций на глазки. Это будет очень необычно, очень интересно. Я надеюсь, у Масеньки ничего болеть особо не будет. И, собственно, будет все в порядке. Ялта тоже передает нам привет. Вот. У нас очень многие друзья тоже сейчас уже записались на зрение. Не буду говорить, кто. Хотя, я думаю, что даже наших общих друзей вы тоже знаете. Короче, в феврале, в марте сейчас все-все-все пойдут, как и Масенька, изменять себе зрение. И делать его стопроцентным. Дом нет, дом мы арендуем, дом не наш. На фотках борода, на фотках много чего есть. Я тех фотографий даже сам уже в полной мере не помню. Это очень интересно, очень необычно. И я сегодня посмотрел на себя со стороны. Знаете, такой взгляд в прошлое очень необычно. Очень необычно, скажем так. Вообще непривычно себя было увидеть. Но это и хорошо. Мы в свое время, Масенька такая, давай продадим телефоны, отдадим их туда-сюда, отдадим зачет. И говорю, слушай, когда-нибудь мы откроем это и очень сильно удивимся, какими мы были. И это круто. Как родители приняли мои изменения? Родители приняли изменения нормально. Потому что, во-первых, я с ними не очень сильно общался. Мы встречались с ними раз в год-полтора. Я всегда работал, работал хорошо, зарабатывал еще лучше. И я всегда двигался в своем направлении. Поэтому чего? Они же видели, что у меня все в порядке. Дорогие, у меня не виниры. У меня не виниры. У меня просто 28 коронок. Виниры я решил переделать на коронки. Так что доктор Илья Теунов сделал мне шедевральную работу с пожизненной гарантией. Как раз я не пересматривал реальную качалку. О, это интересно, да. Это было очень давно. Башкирия смотрит, Кавказ, Нальчик нас смотрит. Спасибо вам, дорогие, это очень приятно. Саша, ты счастлив? В принципе, да. В принципе, да. Чего? Нет, все хорошо. Ну, так и ты счастлива. Просто мы с тобой боремся над некоторыми моментами, которые не происходят так легко, как хотелось. А если я, значит, все есть. В общем, я счастлив, дорогие мои. Хорошо, когда рядом есть человек, который... Да, понятно. И напомнит, где твое место. Только посмотрел видос 250 килограмм от силы, да, на протяжении многих лет приседал. Кстати, я тут недавно же и присел 205. Если бы сейчас у меня не опираться, я думаю, я бы уже сейчас с килограммчиком 220 приседал бы. Так, Александр, вы же говорили, что дом взяли в аренду. Ну, так я и говорю, что дом у нас в аренде. Вы что-то другое услышали? Водя Кавказ тоже нам передает привет большущий. Спасибо. Это приятно. Без ботокса он лучше? Ну, как лучше? Если вас устраивают вот такие вот моменты, то меня они не устраивают, а вы можете, собственно, наносить морщины. Допустим, я своей маме в свое время сказал, говорю, мама, так давай мы тебе сделаем личико. Она говорит, я не хочу, я хочу стареть самостоятельно. Я говорю, ну, хочешь так хочешь, каждый имеет право выбирать свой путь. А я, собственно, не собираюсь быть с морщином урюком. Вот. Такие дела. Казахстан, привет. Саша, скажите, насколько похудел после скачки на попе? Да это все не от этого зависит. Сами импланты весили кило триста. В общем-то все. Мы тоже с Рублевки. Привет. Привет, дорогие соседи. Самара вас смотрит. Да, кстати, мы едем скоро в Киев. Кто еще не в курсе. Завтра у нас появятся билеты. Потому что сегодня мы полностью все еще оформляем по этому поводу. Завтра появятся афиши. И 11 апреля мы будем в Киеве. И будет круто. Вот. Мы там устроим шикарную фан-встречу. Это будет. Сделаем Мася полную. Практически выступление всех ее песен. И будет просто офигительно. Так. Как первый раз увидел, подумал, что вы неадекват. А сейчас смотрю нормальный человек. Ну, может быть и так. А может быть и нет. Нормальным я, собственно, никогда не был. Смотря что имеет в виду человек, когда говорит нормально. Как губы? Болят или нет? Губы такое ощущение, что по ним дались хорошенько с коленки. Вот. Пока швы не снимут, ты ничего не знаешь. Болят они или не болят. Чечня. Привет, мои дорогие. Саша, я все время за вас борюсь, со своими знакомыми. Кабец, люди не понимают. А не надо. Не надо никогда бороться за правду. Не надо никогда никому ничего доказывать. Видящий не увидит, слышащий не услышит, если он этого не хочет сделать. Так. Привет. В Баку, в Москве когда будет концерт? Слушайте, Москва, мы же вы делали. В Папа Карло. Это было не так давно. Природа человеческой агрессии. Человеческая агрессия. А здесь все просто. Здесь даже видео делать не надо. Человеческая агрессия – это непринятие и непонимание. Первое – это страх. Второе – это агрессия. В общем-то, самые обычные психологические факторы, которые появляются при данной реакции. В общем, ну все. Беларусь нам передает привет. Кстати, в Беларусь мы тоже вроде как собираемся. Сейчас согласовываем этот момент. И, может быть, поедем на 23 февраля в Беларусь. Так. Как ощущения сегодня на воде? Если хочется, слушайте, спокойно. Все зависит от настроя. Вообще все зависит от настроя. Я, почему, когда тренировался и тренировал девчонок, всегда говорил, девчонке, нельзя приходить на тренировку вот так. Приходится их долго перестраивать. Потому что, по сути, свои. Все зависит от настроя. Нельзя залезать под штангу без настроя. Нельзя тренироваться без настроя. Нельзя голодать без настроя. Нельзя любить без настроя Нельзя жить без настроя Наверное, так Тогда в Белисии Пока не знаю Баку Привет большой Мася введет в эфир Мася пошла мыться Так, самый адекватный блогер Который не дает Смотрите, слушай Спасибо огромное Тогда переходите на YouTube Потому что там у меня больше философские ролики А Instagram это все-таки больше развлекательная Наверное, такая тема Скорее бы, реабилитация пройдет Правда, думаю, не все спокойно Не все спокойно смотрит про импланты Но все же пусть потерпит Ну, посмотрим Шевчик болит Знаете, откуда вытаскивали Даже видео есть Но показать его нельзя Потому что оно не в рамках ни YouTube Ни Instagram Ничего Не был я никогда в Северной Осетии Но я думаю, что Что в наши годы Все еще будет Харьков тоже Передаем огромный привет И собираемся доехать и до Харькова И до Одессы И до Львова Но все-таки первый будет Киев Вот И в зависимости от того, как у нас все пройдет Интересно в Киеве В Киеве пройдет все очень круто Я думаю, что мы увидимся и в других городах Сейчас все Потихонечку Я, ребята, буду с вами потихоньку прощаться Переходите на YouTube Я сейчас закончу все моменты И с Масенькой постараюсь полежать Поотвечать вам в комментах Все Всем до встречи Всех любим Всех целуем Низкий вам поклон Увидимся Либо на YouTube Либо завтра уже в Instagram Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok